МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы как преподаватель, вы как кандидат исторических наук, пусть как путешественник, как этнограф, вы знаете, как воспитывают детей сейчас и в том числе воспитывают мальчишек. Это мы говорим в тему сегодняшней ситуации в России. Когда раньше, буквально два года назад, мы задавали вопрос о случае что? И будет кому защищать наше отечество? Ну, пока еще будет кому защищать, но с воспитанием у нас беда. У нас все воспитание детей свалили на хрупкие плечи женщин. И там, где они могут, они как бы грудью бросаются на амбразуру. Но это неправильный подход. В образовании должно быть мужчин хотя бы половина. А большинство педагогов женщин скажет, нужно, чтобы их было больше. У нас, я думаю, что сейчас хорошо, если это процент или два мужчин в образовании. В высшей школе побольше, в школе общеобразовательной, ну, их практически нет. Традиционный физрук, может быть. Труд, труд, как у нас сейчас есть труд? Учитель труда, ОБЖ? Учитель труда, понимаете, сейчас труда как предмета в нормальном виде нету. Только там, где есть какой-то энтузиаст, педагог. Потому что аппликациями занимаются, какие-то вот выкладывают из бумажек какие-то фигурки. Ну, смех. Могли вполне бы научить, там, уже за пару лет труда разбираться с розетками, с кранами. То, что дома бывает ломаешься, нужно починить. Это не проблема. Это любой, ну, там, в средних классах уже мальчик разберется и сделает. Это просто все надо показать и поделать. Поделать много раз. И тогда, ну, правда, у нас, наверное, тогда не будут вызывать водопроводчиков и электриков. Потому что это все просто. Да, кто-то потеряет, да, в рубле. Да. Ну, тут надо выбирать. Как бы выбирать. Но, тем не менее, ну, на мой взгляд, мужчина все-таки такое делать должен уметь. Нет. Нет? Нет. Я считаю, что не надо, чтобы мужчина был похож на комбайн кухонный. Что он и ввозь сбивает, да. И он и дерется, и что там еще он нужно. И он красиво причесан, и он и охотник. Хотя, вообще, я говорю, как бы, наверное, так и надо. Но это неправильные постановки вопроса. У нас тогда все должны женщины жениться на слесарях. Ну, если хотят, чтобы там вот были все краны собранные, слесарей на всех не хватит. Ну, да. Но, вообще-то, я слышала больше, что женщины хотя бы себе в мужья миллионера желательнее. Они как бы хотят кого миллионера, чтобы он был, вы помните, там, не пил, не курил, и все это всегда дарил. Да, 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 было. Это, ну, так не бывает, надо что-то такое реальное. Или как-то нить, если бы нос Иван, не правите, к ушам бы Иван Ивановичу, да. Поэтому тут, наверное, речь о том, чтобы мужчина может любой выучиться чему угодно. Но это требуется время. Чтобы стать хорошим специалистом в своей профессии, требуется большое время. И предъявлять мужчине требования, чтобы он все прекрасно умел делать. Но если вы более-менее соображающий человек, вы понимаете, это невозможно. Это какие-то фантазии, которые почему-то навязывают там ни к чему. Тогда женщины скажут, например, тогда пусть он зарабатывает столько денег, чтобы мы вызывали того и того и того. Очень хорошее предложение, никто от денег не откажется. Но чтобы научиться зарабатывать денег, много, в своей специальности особенно, это нужно очень много сил отдать. Поэтому все не могут быть богатыми людьми. Более того, я так скажу, что последние 30 лет культ богатого человека – это нездоровое совершенно явление. Когда зарабатывание денег ради зарабатывания денег – это пошло и вульгарно. Хотя мы и зависим от богатых людей, очень много, это пошло. Человек должен быть тружеником, он должен приносить обществу пользу. Я говорю банальные вещи, против которых настраивали в течение 30 лет. Вот, Григорий, вы говорите, чем у нас учили в школе. Для нас это априори. А сейчас люди не понимают, о чем речь. Должен быть человек труда. И это может быть ученый, это человек труда. Это может быть слесарь, токарь, пекарь, таксист, кто угодно. Тот, кто трудится для общества. Вот это ценный человек. И не нужно думать, что вот они какие-то такие, знаете, тупенькие вот эти вот, кто для общества трудится. А те, которые такие вот креативненькие, они вот самые лучшие. Да ничего подобного. Столько серости собрано в этом креативном классе. Серости, которая туда попала по блату, по связям, по гомосексуальным наклонностям, по еще чему-то там какому-то. И вот они сформировали слой, который презирает людей труда. И это как бы навязывается как модель общества. Это общество обречено на смерть, если в этом обществе на первом месте будут стоять артисты, юмористы, кто там еще, журналисты. При всем уважении к хорошему журналисту и его специальности, это ненормально. Гриш, а потом те самые перечисленные люди, на которых долгие годы равняются другие, говорят вдруг, заявляют в тяжелую для России годину, что нам стыдно быть русскими и жить в этой стране. Ну конечно, это же не их страна. Это их место, где они зарабатывали деньги. Это не их народ. Я в данном случае не про то говорю, что значительная часть уехала в Израиль, да, вот этих вот людей. Нет, не про это. Здесь можно считать своим народом хоть якуту, хоть татарину, хоть кому. Если ты разделяешь эту судьбу этой страны, чаяния, ценности этой страны, они про это всегда и говорили. Это не наше все. Наше это не тут. Они уехали. Они сбежали. Они сбежали, когда запахло жареным. Возвращаясь к теме учительства, ведь сколько лет, опять же таки, вбивали в головы, что если ты учитель, значит ты пожизнений и удачник. Нормальный человек никогда в школу не пойдет. И поэтому как специально, как бы добить, да, это давали три копейки жалования. Так осталось три копейки. Мужчина там быть не может, потому что мужчина должен не только себя покормить, еще и жену прокормить, и детей прокормить. Откуда появится третий ребенок, второй хотя бы, да первый. На такие деньги никогда. Если он кроме работы этой учительской еще где-то работает, чтобы что-то там поесть, это уже не учитель. Не ему в обиду. У учителя должно быть свободное время на самообразование, чтобы он читал новые книжки по педагогике, по специальности. А если человек в это время грузит в вагоны там, понимаете, он не может нормально учить. У нас вот есть три, очень, ну четыре важных таких интеллектуальных профессий. Это учитель, потому что от этого зависит, ну, насколько умный, образованный и воспитанный будет наше общество в ближайшее время. Это врач, потому что зависит от того, насколько здоровым будет это общество. Это инженеры, потому что зависит, насколько это общество будет творческим, оно будет создавать новые аппараты, новые дома. Забытое слово инженер. Инженер. У нас военнослужащие, военные, офицеры, потому что всего этого не будет, если некому будет защитить. Есть такая профессия, родину защищать. Вот эти четыре вещи. И у нас чуть-чуть лучше стало офицером, у нас инженером только в некоторых местах стало хорошо, у нас плохо врачам, только там, где какие-то частные клиники, это все-таки процент, ну, маленький очень. Ну, про педагогов уже мы поговорили. У нас вот тут вот дыра, причем они засунуты на дно. Сверху у нас юмористы, которые миллионы зарабатывают, становятся миллионерами. Какие-то комментаторы, какие-то дикторы. Многие из них, ну, я не знаю, как, я вот считаю, что большинство из них, может быть, хорошие профессионалы, но сами по себе серость лютая. Ну, у них нет свежих мыслей. Они говорят только то, что им скажут говорить. А многие просто откровенно зло приносят. Сейчас вот они во многом убежали из страны, но еще, может, не все, и, может, еще прибегут, подождем. Прибегут и сядут на свои же кресла, и будут нам опять промывать мозги. Вот это, пока мы в обществе вот этот брешь не заделаем, не перевернем эту пирамиду, чтобы вот эти важнейших специальностей люди зарабатывали столько, чтобы они хватало на дом, на еду, на одежду, на новых детей, которых они рожают, на воспитание. Чтобы они спокойно работали, не думали о куске хлеба, о завтрашнем дне. Тогда что-то сдвинется. Пока этого, потому что тогда у всех будут образованные, здоровые дети, защищенная страна будет, аппаратура будет своя, которая будет работать. Все, наладится и запустится. А вот этих вот ребят, которые там блогеры и клоуны, если он очень талантливый, то действительно этот талант, есть талант. А если он талантливый и безнравственный, то это еще хуже, чем если он был бы серостью. Надо его как-то выключать. Что у нас, вот есть вера какая-то в будущее? Что необходимо, чтобы вот эта модель общества? Вы как рассказываете, как про Советский Союз, в котором мы жили когда-то? Мы помним, что в Советском Союзе было много недостатков. Мы же их тоже помним. Ну, я же не про то, чтобы недостатки восстанавливать, да? А про то, что тоже хорошее, что было сделано и очевидно продемонстрировало свою дееспособность. Хотя учителя, не врачи тоже маленькую зарплату имеют, инженеры тоже очень. Ну, было хотя бы уважение в обществе. Уважение и вера в завтрашний день. Да, да. У нас ничего не произойдет, если, как при инициативе снизу. Это невозможно. Если все говорят, вот мы каждый на своем месте будем делать, это априори, это надо делать. Всем на каждом месте хорошо работать, добросовестно, трудиться, не воровать, развиваться. Но если у нас не будут приняты на самом верху вот такие вот кардинальные магистральные реформы, не будут сделаны, ничего не произойдет. Потому что такие вещи делаются сверху. Это же государство, это структура, у нее есть вертикаль. Один дал приказ другому и так до самого низа. Проследили, чтобы это было выполнено только тогда. Поэтому тут надо как-то озвучивать это дело и спрашивать наших чиновников, слуги народа они или не слуги народа. Народу они служат или там своему карману, или вообще этому врагу какому-то, которых долго называли партнерами. Как сейчас, мне Ольно вспомнилось песню. Помните, раньше думая о родине, а потом о себе. И долго мы жили именно по такому принципу, как из песни. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Григорий Николаевич Базлов, президент Центра традиционного русского боевого искусства, кандидат исторических наук, преподаватель Тверского государственного университета и просто человек, думающий с активной жизненной позицией. Спасибо, Гриша, большое. Уважаемые друзья, будьте здоровы. До свидания. Всего доброго.